Батюшка, рад вас, очень сильно рад вас видеть. Я предлагал пообщаться с вами на тему монашества, монашества в современную эпоху. И у меня к вам сразу такой вопрос, если позволите, немножко личного характера. Я зашел в Википедию о вас почитать, и там написано, что вы в 95-м году уже приняли монашество. Это, в общем-то, очень рано, да, то есть вы в юном возрасте монашество приняли. И, честно говоря, знаю многих монахов, которые молодыми постриглись, а потом позрослели, оказались, что это им крест показался непосильным, и они бросили свое монашское служение. К сожалению, такие случаи бывают. Вот сейчас, спустя годы, когда вы уже архимандрит, когда вы уже автор многих книг, вас уже знает весь православный русскоязычный, по крайней мере, мир вас приглашает на телеэфиры. Вот спустя все это, пройденный путь, сегодня вы бы сами, будучи уже архимандритом, кого-нибудь постригли в этом возрасте? Или вообще, как вы относитесь к ранним постригам? Ну, это конкретная ситуация, понимаете? То есть это был 95-й год. Мы все помним это время. Это время, когда в церковь влился огромный поток неофитов. И я думаю, что даже наши иерархи, мудрые священники и мудрые митрополиты, они были в растерянности от того, как резко поменялось время, как резко поменялась тональность церковной жизни и от обилия новых людей. Поэтому, я думаю, ошибки, которые тогда допускались, конечно же, могут быть поняты, но они от этого не перестанут быть ошибками. Вот в чем дело? Я эти вещи различаю. То есть я не драматизирую умышленно эту ситуацию и не собираюсь клеймить тех людей, которые тогда постригали. И надо сказать, что это не просто ошибки были, но и настоящие трагедии. Да. Но речь идет о живых людях, тех, кто совершали ошибки, но и те, которые, в общем-то, надо прямо говорить, калечили жизнь молодым людям. Потому что вот у меня перед глазами прошлось с десяток, а может быть несколько десятков человек, чьи судьбы были покалечены этими ранними постригами. Представляете себе, вот у нас в монастыре даже был эпизод, когда послушника постригли и рукоположили через месяц после того, как он пришел в монастырь. Или вот мой приятель, который в другую епархию, правда, переехал, где-то ему было лет 17, его 17 лет постригли, понимаете? Он, по-моему, еще даже школу не закончил. Нет, закончил, нет, школу все-таки он закончил. И он приехал в одну епархию нашу тут славную, традициями своими, и пообщался с митрополитом, и буквально через какое-то время он стал, вот этот 17-летний парнишка, стал иеромонахом, духовником женского монастыря. Представляете? И, конечно же, не просто духовником, он стал еще и казначеем, и так далее. И там завертелось так, что потом человек долго лечился от алкоголизма и прочих историй, в которых он вляпался. И по молодости, по неразумию. И совершенно естественно, что человек так скружила голову и власть, и обилие женского пола вокруг, и прочие-прочие вещи. Но человеку поломали жизнь, фактически, понимаете? И поэтому, конечно же, я могу понять, почему это происходило. Понять это не значит оправдать. Но я бы смотрел вперед, не назад смотрел, а вперед смотрел с тем расчетом, чтобы это больше никогда не повторялось. И мне кажется, что в каноническом праве все-таки должна быть какая-то опция, что ли, или какой-то пункт, который бы непременно привлекал к ответственности тех, кто подобное решение принимает. То есть у нас нельзя постричь в монашество, ну, фактически так, хотя бывают разные эпизоды, разные есть вещи, но нельзя постричь без благословения архиерея. Так вот, я считаю, что если постриг явно не канонический, то есть постригли почти несовершеннолетнего, или постригли человека, у которого не было времени на искус, или же случилась какая-то трагедия, например, вот монах снимает сан, или вступает в брак, или еще какие-то вещи, нужно все-таки канонически это как-то осмыслить и привлечь к ответственности, если есть к тому все основания, привлечь к ответственности того, кто благословлял постриг, а может быть, или того, кто постригал по своей воле. Но архиерей прежде всего должен нести ответственность, потому что безответственность, безнаказанность порождает вседозволенность. Известны принципы, я думаю, все согласятся с этим. Архиерей должен нести ответственность. И таких ошибок не должно повторяться ни в коем случае. Но со мной, наверное, случилось чудо. Я, оглядываясь на свою жизнь, думаю, что это какая-то милость Божия. Кто-то за меня очень крепко молился, что при всех этих моих приключениях, потому что, ну как это, человека, мне еще 19-летний был, когда мне постриг. Ну как это возможно? Но тем не менее, почему-то Господь уберег. Уберег. Хотя рядом, знаете, вот у меня такой образ боулинга, знаете, вот стоят эти фигурки. Кто-то пускает мяч. И этот шар сбил несколько десятков людей, которые стояли рядом со мной. Несколько моих знакомых иеромонахов, иеродиаконов, которые вылетели просто с поля. А я вот остался. И это не моя заслуга, видимо, чьи-то молитвы. Но я бы не хотел, чтобы когда-нибудь это с кем-то повторилось. И нужно сделать, припринять все возможные решения принять, чтобы не было никаких лазеек для подобных экспериментов. Вот у нас есть книга «Аскетические опыты», а вот над нами в 90-е годы совершались аскетические эксперименты. Не знаю, сознательно или безназнательно, но немногие выжили. Знаете, не все. Вот. И у меня большая, вот одна из моих из идей, которая меня вот несколько лет преследует, это что ли, капитал церковных ошибок, который мы как-то стыдливо замалчиваем, а на самом деле это не не наш, не сколько наш позор, сколько реальный капитал, который должен быть освоен, потому что мы совершаем ошибки, ошибки совершают и митрополиты, и патриархи, и целые архиерейские соборы, и священники. Это дело житейское, мы же всего лишь люди. Но этот капитал нужно не замалчивать, не делать вид, что ничего не произошло, а честно, последовательно осваивать, чтобы в дальнейшем этого не повторилось, и меньше было боли, меньше было трагедии, потому что, опять же говорю, у меня перед глазами лица этих людей, и я время от времени порываюсь писать какие-то мемуары, потом бросаю это дело, потому что это очень больно, и не знаю, может быть, я никогда этого даже и не сделаю, потому что нужно найти правильный язык, чтобы это описать. Очень много горя, очень много горя по следам этих всех аскетических экспериментов, и я еще оказался в довольно тепличных условиях, то, что мне рассказывали, например, мои друзья, которые прошли путь аскетических экспериментов в женских монастырях, вот у меня монахи незнакомые есть, игуменьи, это, конечно, нечто чудовищное, потому что женское монашество это вообще самое уязвимая часть русской церкви этого периода, самые бесправные существа, и тут им просто, если, например, иеромонах или архимандрит, какой-то игумен, он может хоть как-то сопротивляться, то бесправные монахини или игумени даже чаще всего просто вынуждены или терпеть, или уходить даже из монастыря, а чаще всего их выгоняют совершенно беспардонно, использовав человека, выжив, как лимон, ну, то есть, это очень много таких горьких историй, но это требует честности, честного разговора и освоения, правильного освоения, то есть, мы должны эти все эпизоды осмыслить и сделать все, чтобы это никогда не повторилось. Батька, ну, вот вы называли какие-то истории ранее в, там, становление как монаха, честно говоря, ни одна из них не удивила меня, потому что у меня есть и знакомые девчонки, которых 18 лет в мантию постригли, не все они остались в монастыре, я даже знаю 16-летнего благочинного, который 16 лет уже был благочинным, не благочинным монастыря, в смысле, а благочинным именно в благочине целого там района, области, где им подчинялись священники и так далее. Вот, да, это все действительно было в 90-е годы, но тем не менее, если мы посмотрим древнее жития святых, того же Савва освященного и других, мы там тоже встречаем часто апостриги в 19 лет и в 12 лет при том, людей, которые стали великими святыми. То есть, этот опыт пострижения юноши в монахии очень давний, на Руси, например, есть такой Боголеп Черноярский, почитается в Астраханской области как местночимый святой, он вообще был, по-моему, 8 лет пострижен в великую схему. Ну, он болел, но тем не менее. Вот, и ваш опыт все-таки, в конце концов, мы вот имеем архимандрита православного, известного. Все-таки бывает положительный опыт и в связи с этим вопрос, все-таки бывают ли исключительные случаи, когда уместен ранний постриг? Или все-таки это всегда неуместно, пусть, если он хочет быть монахом, побудет, дождет своего возрастания и потом он будет пострижен? Я думаю, все-таки лучше перестраховаться, потому что если юноша желает пострига, пусть он лучше подождет, смирится и подождет. Хотя, конечно же, я понимаю, почему в раннем средневековье происходили эти постриги, общество было устроено несколько иначе, чем наше, потому что в крови и в самом нерве воспитания той эпохи была идея службы, служения. Вот, например, помните Петрушу Гринева из Капитанской дочки, который, родившись, тут же был записан в Преображенский полк. И уже в совершенных летах он уже, оказывается, отслужил целую карьеру, понимаете, ему очередные звания просто присваивались. Это было нормально, потому что было понятие службы, то есть человек, мужчина, особенно мужчина, понимал, что он служит, он не просто так, он не сам по себе. У нас не было, вернее, те эпохи не подозревали, что возможно такое существование такого общества буржуазного, как у нас, когда направляющая часть цивилизованного общества, вообще живет само по себе, но не служит. И на самом деле это приводит к жуткому разврату. Но есть другая сторона этого вопроса. Ведь дошли до нас и жития, в общем-то, удачных святых, скажем так, удачных подвижников. А есть тексты, которые мало кто читает, например, история Франков Григория Турского. Замечательный текст, очень честный, который пишет честно и не лесприятно не только о королях, но даже и о монахах. И там немало есть историй, например, я помню, когда читал эту книгу, когда в университете еще учился, увлекся средневеков, как-то мне прямо крышу снесло от средних веков, и я читал с запоем эти все книги. И меня поразила история одного мальчика, который, начитавшись «Житие святых», ушел в затвор и сошел с ума. Григорий Турский о нем пишет. И у него много таких эпизодов неудачных монашеских подвигов, которые приводили к безумию, к разврату или к каким-то диким совершенно вещам, даже преступлениям и убийствам. То есть нужно стараться видеть картину всю целиком и понимать контекст, контекст, в котором происходила жизнь того времени, потому что люди не только иначе мыслили, они иначе чувствовали, у них порог боли был совсем другой, они иначе питались, они иначе голодали, даже постились иначе, мы даже не очень понимаем, что, какое значение они вкладывали в слово пост, вот они говорили я пощусь, а что имелось в виду, мы думаем, что речь шла о постных продуктах, на самом деле, если почитать источники, речь шла не о постных продуктах, а о времени вкушения, то есть просто целый день ничего не ели, вечером вкушали пищу и просто пищу скромную, не скромную, не постную, они не сильно на этом заморачивались, они просто ели то, что там было, то, что дешево было, вот и все, и очень вы сильно удивились, узнав, что мы тут различаем эти вещи, много-много других вещей, потом устройство общества, иное, абсолютно, рабовладельческое, например, то есть тысячелетиями люди жили так, и нам сейчас их очень сложно понять, почему они так мысли, почему принимали такие решения, потому что мы в других условиях живем, мы сейчас все сплошь аристократии, понимаете, сплошная шляхта, все такие свободолюбивые, прогрессивные, непохожие и страшно талантливые, и поэтому, когда мы читаем тексты того же самого Иоанна Лесточника, мы не можем понять, что он и терпел, вот Акакий, терпел этого старца своего самодурова, зачем было терпеть, можно было дать ему в зубы там и уйти в другой монастырь, но все иначе устроено было просто, нужно отдавать себе отчет, когда мы открываем тексты подвижников средних веков, нужно понимать, откуда это писалось, из какого контекста, для кого и кем, и не торопиться примерять на себя все эти тексты, все эти изречения. Да, Батюшка, вот вы говорите об эпохе, действительно, вот читаешь там древние патрики, там какие-нибудь жития монахов в египетской Нитрийской пустыни, или там, ну вот тех самых местных египетских, и узнаешь, что один из них не пил практически проточной воды, только какую-то гнилую, другой там, питался одними какими-нибудь кореньями, или там, оливками, и так далее, и кажется, что, ну вот, даже, вот перед тем, как наша с вами трансляция совершилась, люди писали в комментариях, а какая разница, монахи в 21 веке, или в 18 веке, как бы все одно и то же, монахи и монахи, вот я всегда говорю о том, что те самые монахи, которые жили там в древности, в 4 веке, вот он жил, например, в египетской крестьянской семье, он и так-то ел в день три луковицы, кусок хлеба, и самой лучшей муки, и все, это был его рацион, он и так целый день вкалывал на полях, и там каналы водосточные налаживал их функционирование, и в общем-то, когда люди, которые жили там в крестьянской среде, были привыкшие к работе, к труду целый день, к максимально такому неприхотливому образу жизни, они так жили и вне монахства, и они уходили в пустыню, в общем-то, им, наверное, мне кажется, было легче, чем современный человек, современный монах, он тоже, как и все дети, ездил на автобусе, на машине, у него дома был диван, телевизор, электрический свет, и в этом смысле, конечно, современному монаху просто, мне кажется, невозможно требовать от него, чтобы он жил так же, как жили там египетские отширения, да даже не египетские, это же наши русские подвижники, просто другой эпохи, потому что, ну, сама эпоха влияет на атмосферу, на быт, и, в общем-то, современное монашество, на ваш взгляд, есть ли у него какие-то минимальные аскетические требования, ведь он тоже дает какие-то обеты, нестяжания, и так далее, что значит, ну, так вот, упрощу вопрос, я много наговорил, что значит нестяжание в современном понимании этого слова в 21 веке, что такое нестяжание для монаха сегодня? Это очень актуальный вопрос, но прежде всего, я все-таки позволю себе еще небольшую оговорку или реплику относительно древних подвижников, нужно понимать, что это были пионеры аскезы христианской, первопроходцы, то есть, они пробовали, как далеко можно зайти, и вот вы говорили про подвижник, который воду не пил, ну, лук духовный, вспомните, известная история про юношу, который тоже не пил воду и от этого скончался, его потом в ванну больного положили, и он, его организм впитал почти всю воду из этой ванны, настолько он себя изнурил, то есть, и там не дается оценка, в луке духовном, там много таких историй, которые описались вот свидетелями, описывались свидетелями этих подвигов, но часто очень там не звучит оценка, но просто ревность Божия, вот как в в стихире, которая мученикам посвящена, несытной любовью души Христа не отвергайтесь от тебя мученицы, вот меня всегда цепляют эти слова, у них было, понимаете, сердце никак не могло насытиться любовью к Господу, они хотели для него что-то сделать еще очень важное, но, и они поэтому уходили куда-то за красные линии, за флажки, за пределы, и здесь, конечно, мы не должны подражать, потому что они всего лишь пробовали, вот как для меня такая отрезвляющая история Пимена Великого, по-моему, Пимен Великий говорил, это в Древней Патерике есть фраза, его знаменитая, когда его ученики спрашивают, как поститься, он говорит, ну как поститься, вот не ешь, это хорошо раз в день вкушать, можно, конечно, два раза в день, но лучше раз в день вкушать, и хорошо, а ему братья говорят, Авва, ну ведь мы знаем, что ты в молодости бывало и по неделям ничего не ел, он говорил, я, конечно, по неделям не ел в молодости, но я, испробовав разные, разные виды поста, пришел к тому, что лучше всего держаться вот этой серединой, то есть они пробовали, они пробовали так поститься, вот как монахи Печерской лавры, например, они зарывались в эти пещеры, видимо, тогда вот этот момент был актуален, они дошли до самого предела, и в этом как раз была, может быть, функция или служение этих первых монахов, они дошли до этого предела, чтобы оставить пространство для обживания всего этого аскетического что ли дворца или большого здания аскезы для следующих поколений, но для современного монашества ничего принципиально не поменялось, это очень важно нужно понимать, потому что монашество это семья и школа, вот два что ли маркера, когда говорят о том, что можно цитируют, например, слова отца Александра Шмемана из его дневников, что можно работать там где-нибудь кассиром, скромно жить, вот ходить на работу, и умеренно питаться, и вот и будет тебе монашество, нет, это не монашество, я думаю, отец Александр не очень понимал, о чем он пишет, хотя это, конечно же, великий богослов и мыслитель, но вместе с тем, по-моему, в монашестве он совершенно ничего не понимал, монашество это семья и школа, что значит семья и школа, прежде всего семья имеется в виду евхаристическая община, то есть монах не может быть сам по себе, хотя мы и говорим, произносим слово монах, монос один, но вот уже даже во времена Кирилла Александрийского был один такой поэт в Александрии, эпиграммы писал, вот у него есть эпиграммы на монах, он говорил, вот есть толпа одиноких, толпа моносов, толпа одиноких, он тоже смеялся над тем, поэтому мне кажется, что в... Говорят, Василий Великий не очень любил слово монах, ему не нравилось это вот... И это очень справедливо, потому что это слово не очень удачное, да, потому что самое удачное слово, на мой взгляд, русское слово инок, он иной просто, монах, когда мы говорим монах, очень часто есть соблазн думать, что монахи это люди, которые переросли Евангелие, переросли церковь, переросли христианство, ничего подобного, церковь это евхаристическая община, это семья, которая собирается вокруг чаши, вот монашество это тоже семья, которая собирается вокруг чаши, просто она не лучше, и хуже мирянской семьи, как бы мне не нравилось слово мирянин, но мы к нему привыкли, не хуже, просто есть люди, есть такие люди, такого устройства, например, как я, я не могу жить в миру, мой стиль жизни таков, что мне лучше в монастыре, это не говорит о том, что я лучше мирян, не говорит о том, что я вот какой-то выдающийся подвижник, просто вот такое у меня устройство внутреннее, и почему бы мне вот не собраться с моими единомышленниками и не жить вот этой нашей небольшой общинкой, вот у нас в Гомеле небольшой монастырь, восемь человек нас всего и во главе с нашим наместником, векарием, вот живем себе тихонечко, слава Богу, вот это наша маленькая евхаристическая община, но это не просто община, это еще и школа, очень важно хранить традицию, очень важно аккумулировать знания, что ли, хранить преемственность, потому что эта община должна быть тождественной тому духу и той традиции, и аккумулировать и достижения, и ошибки предшествующих поколений, чтобы мы знали, как правильно, вот как про святителя Николая говоришь, он правило веры и образ кротости, воздержание учителя, правило веры, то есть есть какие-то каноны, есть ориентиры, на которых мы должны равняться, чтобы не ломиться в открытую дверь, не повторять тех же ошибок, которые уже слышали наши предшественники, и это очень важно, и в этом смысле, конечно же, наше монашество русское, оно в очень уязвивом находится положении, потому что чаще всего мыслиться в монастыре не как семья и школы, а как просто большой приход, который подчиняется правящему архиерею, и этот приход должен так же, как и другие приходы, писать отчеты о миссионерской деятельности, постоянно оправдываться в своей нужности, мы же очень нужны, понимаете, вот мы работаем с алкоголиками, или с наркоманами, или мы, может быть, помогаем многодетным семьям, или вот мощи у нас, вот у нас мощи, и хорошо, когда есть в епархии монастырь с мощами, потому что это доходно, вот так вот воспринимается монашество, к сожалению, в монастыре, и это гибельно, и это постепенно может привести к тому, что у нас монашество исчезнет даже, если мы что-то не поменяем в отношении к монастырям внутри нашей церкви, в том числе канонически, мне один митрополит говорил, что главное назначение монастыря в русской церкви это совершение богослужения согласно типикому, вот ради чего вы собрались, но это не так, это совсем не так, это вообще не так, но если мы так смещаем акценты, то отсюда и проблемы возникают, ну что вы хотите там в монастыре, вот взял архиерей, которого только что назначили на кафедру, осмотрелся и поменял наместника монастыря, поставил своего человека, своего бухгалтера, да, вот как это было, помните, лет, наверное, 10 уже, наверное, назад, был такой проект документа для межсоборного присутствия в монастырях монашествующих, который прям такие вот, прям вызвал несуточные споры по поводу того, как должна строиться монастырская община, одни предлагали, чтобы архиерей назначал наместников или гуменов, другие наставили на том, что нет, братья сама должна избирать, и в каждой из версий были свои избиваемые места, например, если выбирает братья, а братья, например, имеют какую-то общую склонность к общему греху, например, любят выпить, как бы они главного собутыльника не выбрали, или если архиерей назначают, как бы он вообще не разрушил монашескую общину, в конце концов этот документ так и не был принят, не пришли к общему мнению, осталось все пока как есть, на ваш взгляд, как это должно быть, игумен должен быть избираться или назначаться, или совместно какое-то действие должно быть? В идеальных условиях, конечно же, он должен избираться, но при участии архиереи, но я хочу просто уточнить при каком участии. Вот, понимаете, я думаю, что сейчас в русской церкви единичные монастыри могут претендовать на то, чтобы называться школой, потому что школа монашеская это присутствие хотя бы трех поколений монахов, хотя бы, это минимум, трех поколений монахов во главе со своим игуменом, не назначенным откуда-то, а именно со своим игуменом, который вот у них здесь, вот эти вот там 30 лет, например, он созидал этот монастырь, он всех знает, он постригал, они его знают как отца, они понимают школу и силу правления, они понимают, чем живет монастырь. Таких монастырей у нас очень мало, очень мало, и каждый из них находится в зоне риска, в зоне риска со стороны архиерея. Я считаю, что это вот моя идея, которую я многие-многие годы говорю, проговариваю, из-за этого меня очень не любят епископы. Хотя другие говорят, что Сава выслуживается, чтобы стать епископом, но не переживайте, меня не сделают никогда епископом, я не гожусь, таких юродивых не берут, так что можете успокоиться. Но действительно меня не любят. Дело в том, что мне кажется, что современная ситуация, она разрушительна для монастырей. Понимаете, вот современные монастыри все подчинены правящим архиереям, которые сменяются довольно часто. Ну, даже в ходе естественных каких-то вещей природных, вот умер епископ, на его место ставят другого епископа, вот по решению синода или по решению патриарха, вот его поставили. И он фактически распоряжается и имуществом монастыря, и уставом монастыря, и принимает решение о назначении наместника монастыря, хотя, конечно же, там это как-то координируется с главой отдела и так далее, но это все, на мой взгляд, просто косметические меры, на самом деле. На самом деле все подчиняется правящему архиерею местной, вот этой конкретной епархии. А чаще всего это люди, которые даже в монастыре не жили. Это не минус для них, кстати. Ничего в этом страшного нету. Не обязательно епископу быть монашеским. Из монастыря я вообще считаю, что нечего из монастыря выдергивать монахов или архимандритов, таких как я, чтобы ставить на епископские кафедры, потому что это мирская жизнь, это вращение во всех этих сферах. Монахи этого не любят чаще всего. Они любят тишину. Так вот, мне кажется, что выход из этого положения это создание что ли своего монашеского епископата. Монашеского епископата. То есть все монастыри должны подчиняться монашеским епископам. И должны быть выведены, это мое убеждение. Должны быть выведены из управления правящих ипорхиальных архиереев. Раз и навсегда. Иначе для архиерея монастырь это просто один из приходов. Посмотрите, такая ставропедия для цифровых монастырей. С чем я столкнулся, вот когда у нас в монастыре была такая эпоха ужасная, когда монастырь воспринимали как место ссылки. Вот, например, там спился батюшка, его в монастырь, проштрафился дьякон, его в монастырь. Эти бедные, не знаю, тут их раз-два и обчелся, они еще должны бегать за этим дьяконом, чтобы он, не дай бог, за водкой не побежал в магазин и, не дай бог, не споил послушников, например. То есть воспринимают монастырь как какой-то предаток. А монастырь, он ценен сам по себе. Он не должен оправдываться там, то, что он ведет какую-то работу просветительскую. Вот пускай монахи занимаются просто тем, что они едут. Вот они живут себе тихонечко молиться и не трогайте их. Не надо там пристраивать своих родственников в игуменье или бизнесменов, чтобы они там как-то кормились или мощи добывать, чтобы монастырь там доход какую-то копейку приносил. Это приводит к упадку монашества, к уничтожению его на самом деле. И мы сейчас видим настоящий кадровый кризис повсюду, во всех монастырях сейчас. Можно списать это на демографическую яму, на другие вещи какие-то, но мы видим, что люди перестали идти в монастырь, молодежь перестала идти в монастырь. И в общем-то они правы, потому что а зачем мне жить на приходе? Ты так вот осмотришься, в монастыре человек хочет жить, но не хочет жить на приходе. Где ты обжился с братьей, взял, пришел новый архиерей и поменял наместника, поменял устав или сказал, что обложил монастырь каким-то сумасшедшим налогом или вообще сказал, вот эти я иконы заберу. Или еще что-нибудь такое. Или вот как было в одном женском монастыре с моими знакомыми матушками архиерей обязал, практически весь монастырь существовал для того, чтобы развлекать маму этого епископа и потакать ее каким-то капризом. Ну это что? Как такое может быть? Будет развиваться монашество у нас как-то? Или крепость? Конечно, с долей условности говорю, использую этот термин развитие, хотя бы просто крепнуть. А ему нашему монашеству нужно дать передышку, чтобы оно хотя бы вырастило эти три поколения. Три поколения, чтобы появилась школа, школьность, какая-то преемственность, чтобы жизнь монастырей вошла в какую-то правильную клею. И с этим надо что-то делать, канонически что-то делать. Я здесь, конечно, я никакой не революционер, только вы не подумайте, отец Ильянов, что я там каким-то призваю. Я понял. Ну что-то наподобие Ставропейки, я так понял, чтобы они не подчинялись и на местном епископу. Ставропейки, да, конечно. Чтобы епископату, но монашескому епископату, то есть чтобы где-то были не епархиальные архиереи, а монашеские архиереи, которые сами живут в монастырях и сами являются практикующими монахами, а не архиереями где-то на приходе, которые живут в своем архиерейском доме с обслугой, со всеми ипояканами, секретарями и так далее. Нет, это уже другой тип совсем архиереи. В этом нет ничего не хуже, не лучше, это просто другое служение, скажем так. Паечка, ну вот в целом я смотрю на современное российское монашество, оно действительно вымирает именно в количественном смысле этого слова, то есть взять какой-нибудь крупный там московский монастырь, например, Николова Грешевская обитель, она просто по территории огромная, корпуса многоэтажные вокруг монастыря, и там семь человек братьев. А я помню время, когда в Перервинской обители был один батюшка и тот протерей, территория огромная, храмы есть, все есть, и это еще многие из нынешних монахов, посрезанники вот этого самого периода неофиста 90-х годов. Я знаю епархии, где, например, вот я знаю епархию, там два мужских монастыря, почти все братья пострижены уже лет 15 назад, последний постриг в епархии совершался 10 лет назад, и все, как бы, и новые не поступают. Честно говоря, даже если вот ваша идея воплотить жизнь, и всех монахов перевести в подчинение синодального дела по монашескому, вывести изведение епархии, мне кажется, это все равно проблема не решится, он наш монаш вымирает просто огромными темпами, это связано не только с каким-то неправильным управлением монастырями, или еще с чем-то, в целом эпоха такая, общество другое, люди другие. Я не воспринимаю это как трагедию, в этом смысле я верный ленинец, он говорил, лучше меньше да лучше, понимаете, лучше меньше да лучше, ничего страшного, что будет меньше, относительно вот этих больших территорий монастырей, я считаю, что вот на таких исторических площадках я бы вообще даже не восстанавливал монашество, пусть там будет молодежный центр, семинарий, там еще что-нибудь такое, может быть научный центр, библиотеки, там может быть детский дом, еще что-нибудь такое, ну и будет приход, потому что монашеству нужна тишина, монашеству нужны какие-то уютные, тихие обители, и лучше, конечно, и монахи будут сбегать из этих триумфальных арок, которые воздвигли наши предки, да, это прекрасно, очень хорошо, но мне кажется, стратегия непременно возродить все монастыри себя не оправдывает, не надо, лучше меньше да лучше, пусть будет, это будет несколько благоустроенных обителей, не надо гнаться, у нас есть такая, вот сейчас мода на эти, на отчеты, от которой все плачут, да, но это совсем не делает нам чести, по-моему, тут решаются другими вещами, потому что монашество изначально появилось как харизматическое движение, это дары Духа Святого, и так же, как они угасли вот внезапно, они так же могут эти дары вдруг вспыхнуть без всяких объяснений, и мы будем тут строить прогнозы о том, что не то поколение, буржуазное христианство, и ничто совершенно не способствует, и каноническое устройство, понимаете, губительное, и прочие-прочие вещи, а вот Господь так устроит, что вспыхнут эти дары, и появятся старцы, появятся пророки, настоящие проповедники и подвижники, и это все в руках Божьих, мы тут вообще не в положении каких-то плакальщиков, или же сетующих, которые предпринимают какие-то усилия, чтобы увеличить поголовье монашества в русской церкви, не надо его увеличивать, вы не мешайте тем, кто есть, уже будет хорошо, не трогайте их, дайте монахам жить спокойной монашеской жизнью. Один батюшка лет 10 назад или 15 говорил, что монастырь это семья, а семьи порой бывают и неблагополучные, ну и вот сказано выше, я знаю, например, монастырь, к сожалению, много, или к счастью, видел много монастырей, и вот один из монастырей, там значит, братья вся пила вместе с игуменом, игумена возвели с ангигуменом, тоже, кстати, в 18-летнем возрасте, и вот там вся братья выпивала, выпивала, не слала, у них была в храме чтимая икона в монастыре, и значит, они с этой иконой поехали по гастролям, собрали какую-то большую сумму денег, на радостях стали это отмечать, вся братья забухала и случайно спалила братский корпус, и потом на восстановление им вся вот эта вот сумма как раз-таки ушла, чтобы они вернули все как было на исходной позиции. К чему я это говорю? Вот вы говорите, что вот монастырь, он не должен написать отчетов, не должен оправдываться, зачем он нужен, и вообще, как бы, пусть они будут предоставлены сами себе. Нет ли опасности того, что такой монастырь, предоставленный сам себе, приобретет какой-то такой нездоровый порог, ну или другой монастырь, они там не пили, они там просто каждую ночь там молодые тоже были монахи, ребят, они по сетке рубились в контр-страйк вместо вечернего правила. То есть у них не было вечернего правила, у них был сетевой интернет, и они там рубились по сетке в контрол. Или третий монастырь, где просто, в общем-то, каждое братье жило, это городской монастырь, каждый из братьев купил себе в городе квартиру, и приходил в монастырь как на работу. То есть он там не ночевал, но знает, что сегодня его череда служения, он должен сегодня восказать литургию, сказать про, пойдем, пришел как на работу, переоделся в монаха, там, снял свои кроссовки и джинсы, надел там что-то более соответствующим монастырскому образу, отслужил и ушел опять из монастыря, и они, эти братья, друг друга, ну, это точно было все что угодно, но точно не семья. То есть есть опыты нездоровых, когда полностью весь монастырь и уклад, он, на мой взгляд, нездоровый, такое бывает. И вот в связи с этим уследит ли какой-то далекий, ну, не в каждый же монастырь епископа присылает. Если мы их выводим из-под ведения местного архиерея, не окажется ли так, что они предоставлены сами себе, и ситуация может быть совершенно нездоровой в монастыре? Ну, это уже вопросы технические, понимаете, я говорил принципиально. Вот сейчас они в ведении архиерея и рубятся в констрайк. Вот вы сейчас описали ситуацию с монахами, которые выходят после службы. Я наблюдал в одном московском монастыре подобную сцену и был несколько удивлен. То есть, ну, закончил службу, они все разберлись по своим квартирам. Но это сейчас при нынешней экономической ситуации, то есть, они все же под присмотром архиерея. И там даже бывает в некоторых монастырях архиерей-наместник, который тоже уезжает после службы к себе на свою архиерейскую дачу. И что? Ну, это же сейчас происходит. Пока никто не пробовал даже это поменять. То есть, я за то, чтобы эти вещи обсуждались. Потому что бывал я даже на монашеских конференциях и, честно говоря, был разочарован, скажу честно, потому что, да, там обсуждаются, как кажется, в такие вещи важные, там и про молитву говорят и так далее. Но, по-моему, о сути, о реальных проблемах как-то речи не идет, потому что привыкли очень к языку парада и триумфа. Вот, мне кажется, нужно менять стилистику. Не нужно бояться говорить о наших проблемах спокойно, открыто. Это наш капитал, я еще раз говорю, с чего я начал разговор с того, что наши ошибки и проблемы и даже позор, церковный наш позор, это капитал наш, который окупается, его нужно вкладывать и осваивать, и инвестировать в будущее. То есть, мы должны честно говорить о этих вещах и спокойно, в спокойной обстановке, но как-то я был на одной монашеской конференции тоже некий игумен пытался задать актуальный вопрос, но его тут же зашикали, потому что нельзя так, это не нужно. Вот со мной делился один российский игумен на конференции, поскольку отец Фоти, вот есть певец такой, отец Фоти и романах, так прославился, у него такие миссионерские поездки есть, концерты он дает, и вот мне рассказывал этот игумен, что оказывается многие архиереи в России захотели иметь своего Фоти, и наставитель монастыря говорит, что извелся из-за того, что архиереи часто бывают там гости, приезжают к нему там спонсоры, какие-то чиновники, и на каждый обед он должен отправлять своего радиакона, чтобы он во время обеда пел, потому что угораздило же этому иродиаку иметь хороший голос, и уметь петь там какие-то романсы, вот они там сидят, выпивают, за обедом говорят тост, а этот иродиак на каждом обеде архиерейском исполняет эти самые романсы, вот она монашеская жизнь, и этот игумен ничего не может сделать, потому что ну вот такая мода на Фоти, и с кем он может это обсудить, и что он может сказать архиерею, что он может, я не знаю даже как он глаза смотрит на радиакону, ну вот что, ну как это вот, даже наместник не может, на настоятельство не может защитить своего брата, понимаете, от произвола архиерея, давайте называть вещи своими именами, ведь есть произвол архиереев, он случается, есть произвол игуменов, он тоже случается, потому что мы просто люди, мы же не не иконы в окладах, а мы просто люди, у нас есть слабости, бывает хороший человек, вскружила голову ему власть, или деньги, или влияние, и он не смог удержаться, и у него бывают приступы самодурства, ну что ж поделаешь, ничего в этом нету криминального, я не понимаю, почему об этом нельзя спокойно говорить, не оскорбляя друг друга, это ведь нормально, мы же в церкви находимся, мы все братья и сестры, я понимаю, что, конечно, есть у нас такие оппозиционно настроенные товарищи, которые этот капитал церковных ошибок конвертируют в оскорбление, и даже в антицерковную деятельность, но вот, а почему вы дали этим людям монополизировать право говорить о наших ошибках, почему вы им дали монополию говорить о наших ошибках, просто потому, что вы сами это позволили, вы сами замалчиваете эти вещи, и тут, конечно же, нужны какие-то сдвиги даже в сфере информации, и я вижу, кстати, позитивные сдвиги, вот даже эта история, когда Святейший, помните, освещал какой-то храм недавно, и он поскользнулся и упал, и тут же на проповеди так с юмором, со смехом об этом говорил, вот это и есть нормальная стратегия, мы все бывает и поскользнемся и упадем нормально, ничего страшного, в этом ничего страшного, но первое об этом должен сказать я, в церкви случилась какая-то беда, какой-то скандал, первое об этом должны сказать церковные СМИ, не какие-то там, понимаете, блогеры антицерковные или сайты веселые, где собрались растриги, понимаете, там поливают грязью церковь, а мы должны сказать, должны сказать и дать свою версию, и много лет я говорю, что в церкви должен быть нормальный информационный спецназ, он должен быть, не один-два человека, должна быть группа людей, вот, может быть, в какой-то степени выполняют эту функцию, сейчас вот священники-блогеры такие, как вы, отец Ильвана, или вот отец Давид, или отец Петербург, читают, и они действительно с их мнением считаются, вот я какие-то вещи узнаю только благодаря вашему каналу, потому что я сильно не слежу за новостями, я так вот смотрю, отец Ильвана написал, ну, значит, ты в курсе там об этих вещах, а потом уже я узнал о том, что была встреча с блогерами, а потом уже на сайт Патриархии зашел, посмотрел, что там пишут. Да, поэтому надо потихонечку идти этим путем, и все у нас наладится. И все время я говорю, что нас ждет необратимо расцвет, не надо руки заламывать и становиться в поле плакальщицей дней минувших, все у нас будет хорошо. Просто если бы мы не выучили сейчас этот урок, ну, оставит нас Господь на второй год и даст по башке еще раз, может быть, чем-нибудь более тяжелым. Но рано или поздно мы это все поймем, осмыслим и будет все нормально. Все будет доброе. Знаете, как у нас в Беларуси будет? Бачка, говорят, когда созывался собор Русской зарубежной церкви, на которую должны были прославить святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича, тогда один из архиериев въехал и в машине говорит, я еду на этот собор, где будет святого Иоанна Шанхайского, прославляйте с неким страхом. Его говорят, ну а чего бояться? Вы сомневаетесь в его святости? Нет, в его святости я не сомневаюсь. Говорит, что просто Святой Иоанн Шанхайский показал, что... А, ну вот он говорит, что... у меня раньше было представление, что аскетика, там человек, который никогда не ложится на кровать и так далее, это вот все в эпоху поздней античности, раннего средневековья, когда и жизнь была другая, условия другие, сейчас в 20 веке так жить, как древние подвижники, невозможно, мы другие, эпоха другая, а вот Иоанн своей жизнью показал, что все возможно и в 20 веке, как вы знаете, у него не было кровати, он спал там, сидя и так далее, и он был аскетом таким же, как были аскеты древности. Так вот, у меня в связи с этим вопрос, какая она аскеза современности, современная монашеская аскеза, какие есть минимальные требования к аскетике или там, ну вот что-нибудь о современной аскетике, как вы ее видите? Я думаю, самое простое, что вот, что есть на поверхности, то, что я для себя однажды спормирую, потому что я тоже, особенно в юности, там пытался подвижник, у меня даже волосиница была, представляете, мне страшно даже вспомнить об этом ужасе, но это было, потому что, ну, мы тогда были большие романтики, было много здоровья, наверное, вот, то есть прошли там или через все эти чтения ночные бдения там и так далее, но эксперименты над желудком, но я думаю, что самое доступное, самое простое, это путь скромности, скромность и сдержанность, вот у меня в одной книжке есть глава, она называется «Формула поста», скромность и сдержанность, это простые, самые простые вещи, а то, что касается подвижничества, понимаете, у меня есть клюзия, что наше благополучие будет все время так и длиться, как мы сейчас живем, у нас есть кроссовки, зимняя обувь и горячая вода, но это не навсегда, и я думаю, что Господь время от времени нас будет дергивать, и вот то, где мы не смогли где-то быть скромнее, быть проще, быть сдержаннее, у нас, наверное, болезни и внешние условия, может быть, даже война или какие-то бедствия, они смирят нас в этом смысле, я не хочу накликать никаких бед, но просто время от времени такое происходит, и наши предки жили как раз именно в таких условиях, почитайте жития подвижника, вот Григорий Палама, например, недавно совсем вспоминался, он жил в условиях гражданской войны, она там лет 6 или 7 шла, бесконечные какие-то осады, то там геноэзцы какие-то появятся, то турки, то своих перережут, перетравят, то императора свергнут, нос отрежут, то голод, то эпидемия, то есть совершенно нормальная жизнь, как говорил персонаж обыкновенного чуда, обычно идет дворцовая жизнь, за стенкой там братья и сестры давят души друг друга, вот так вот, то есть то, что мы с вами попали в такую эпоху относительно благополучия, не вовсе не говорит о том, что это продлится долго, и его хватит с лихвой там вашим детям или вашим внукам, но будем надеяться, что все-таки выйдем с меньшей кровью из этого, но в жизни такая, что Господь нас иногда проводит через какие-то испытания, вот так, поэтому самое простое, самое простое, еще раз повторю, это скромность и сдержанность, просто в эти старомодные, старорежимные слова нужно вдуматься, что это такое, скромность, что такое сдержанность, когда монарх или мирянин лопает лобстеров или покупает какой-то суп в китайском ресторане, там, за сумасшедшие деньги с черными макаронами, абсолютно постный, из постных продуктов, и вот так вот тихонечко поститься, но платить там в 10 раз дороже, чем стоит обычный обед обычного человека, но это, конечно, не скромно, или когда он наедается на ночь жареной картошки, хотя вроде бы, как будто бы это совершенно постный продукт, но наедается так, что повернуться не может, надо руками пузо переворачивать, понимаете, сам перевернулся, а живот на той стороне, вот это не сдержанность, элементарная не сдержанность, как и не сдержанность есть в бесконтрольном потреблении информации, в дерзости в общении, понимаете, вот мы не замечаем даже сколько распущенности даже в наших жестах в общении, в дерзком общении, например, с женским полом, что недопустимо, особенно, конечно, ну, это касается тех людей, которые занимаются вот работой с молодежью, вот, и тут, конечно, я не могу ничего сказать, никаких примеров привести, потому что как-то мне повезло, и мне этот навык, наверное, мои духовники поставили очень-очень рано, то есть раз и навсегда приучив меня держать со всеми дистанцию, абсолютно со всеми, кто бы это ни был, приучили со всеми, вот мой духовник приучил со всеми общаться только на вы, и я потом понял, что насколько это важно, держать даже в слове дистанцию с человеком, чтобы ни в коем случае не пересекать этот рубеж дерзости, а мы уже не замечаем часто, ну, я говорю, вот, современный стиль общения, не замечаем, не замечаем этих рубежей, и потом сильно переживаем, почему это так со мной произошло, почему меня там колбасит так, ну, потому что не надо не надо ломать те устойки, о которых старцы писали тысячелетиями, постоянно повторяли, нудно повторяли, повторяли, это очень простые вещи, и потом, знаете, просто чтение писания и створение стихотцов очень освежает, бывает, потеряешься вот в этой светской суете и шуме, откройте лестницу, просто одну страничку прочитаете, и уже легче дышится, вот я великим постом открываю каждый день триодь мою, вот она у меня тут стоит, триодь моя, любимая, моя, карманная моя триодь, и кто читает, кто слушает или смотрит мой канал, вы знаете, что я почти каждый день какие-то строчки зачитываю, потому что я не могу читать много, вот как-то я так устроен, я в молодости даже понял, что я, ну не могу я читать Акафисты и Каноны, мне достаточно одной стихиры, вот я ее прочитаю и целый день о ней думаю, вот такой я человек, ну и есть я много тоже не могу, как-то вот видимо тоже с этим связано, то есть кто-то насыщается небольшой там горсточкой, это не говорит о том, что он подвижник, просто организм так вот устроен и психика так работает и понимаете, почитаешь эти слова, которые уже каждый год читаешь, уже знаешь их, а это очень освежает, очень освежает и даже простое богослужение, скромное, простое богослужение постоящее вводится чувство все в свой нужный строй и поэтому на самом деле советы все у меня старомодные, все очень просто, не надо изобретать велосипеды, и все все знают, понимаете, что я понял, в какой-то момент, на самом деле все все знают, просто иногда нужно человеку указать, как когда-то Сократ это делал, указывать на то, каким путем нужно устроить припоминание, чтобы самому себе признаться в тех вещах, о которых ты и так имеешь правильное представление, просто, и совесть у нас лукавая, и мысли боятся и троятся, и жизнь слишком усложнилась, но на самом деле все очень просто, добро и зло местами не поменялось, и мы все те же, как наши предки, что жили в пятом веке, такие же и мы, на самом деле, все то же самое, ничего нового. Я тут немножко злоупотребляю уже вашим временем, но тем не менее, здесь очень много вопросов написали в комментариях, давайте, может так, я сразу несколько зачитаю, а вы, если почитаете, на какие-то нужные ответы, на них ответите уже потом, просто их много и все равно не прочитаем. Ну, отойдем в вопрос, что такое настоящее послушание, уместно ли монаху говорить о своем взгляде на то, что говорит ему наставник, духовник? Другой вопрос, стоит ли пытаться избавиться от любви к чему-то хорошему в миру? Если хочешь стать монахом или надо совсем полностью отвернуться от своего прошлого? Спрашивают, что нужно сделать, какие стадии пройти монаху, чтобы стать архимандритом? Еще спрашивают, есть ли, уместно ли монаху иметь друзей, есть ли среди братьев кто-то, который ближе или со всеми нужно держаться на одинаковой дистанции? Ну, хотя вот некоторые я зачитал, наверное, мы и так уже час общаемся и если должны, ответим какие-то вопросы уже более чем. Да, я просто скажу, что монастырь это семья, все семьи не похожи, это не похожи очень общины и поэтому специально готовиться к монашеству, я бы не дал какого-то универсального совета вам по этому поводу. Нужно прикипать к своей общине, к своей семье. я считаю, что монах должен быть в общине. Вот мне кажется, что это совершенно неправильно, когда монахи живут где-то в годах и так далее, но я не сторонник сгонять их. Это самое последнее, что нужно, вот, можно сделать. У нас сейчас такая облава на монахов, всех монахов, которые в миру живут, сейчас приписали к монастырям и это для монастырей головная боль, потому что там, ну, человек привык так жить, но пускай живет и не трогайте его. Другое дело, что не надо умножать количество этих людей, монахов, которые живут в миру, а просто ориентироваться на монашество монастырское. Вот и все. Перестаньте... То есть новых приходских... Я правильно понял? Новых приходских монахов пострегать не надо, которые где-то на отдельно на приходе. Не надо. Ну и те, кто уже там пустил к ордену, в приходе, не надо выдергивать из его... Не надо выдергивать, потому что это травма и для самому этого священника, и травма для монастыря. Это большая травма для монастыря, потому что приходит чужеродный элемент, совершенно чуждый. Приходит, и... Ну, их все равно постригает. Вот у нас в епархии недавно постригли протерея, и он служит у себя на приходе, как и служил. Я считаю, что это неправильно. Но это не мое дело, конечно, давать кому-то советы, но, по-моему, это совершенно неправильно. Это не в... Ну, одним словом, не мое это дело. Поэтому, если вы хотите в какой-то общине прикипеть, вы просто ориентируетесь на эту семью, на этого настоятеля, на духовника, вокруг которого эта община. Чаще всего собираются общины вокруг какого-то духовника. И какой-то послушник или послушница, она приходит в семью. Вот я знаю, что многие из моих друзей, например, девушки молодые, они просто потихонечку ездили на послушание в монастырь. И постепенно этот монастырь превращался в ее семью. Вот и все. Да, это очень часто. Когда ты сначала полюбил как этот монастырь, уже стал чуть ли не частью общины. Дружба в монастыре это нормально. Совершенно нормально. Но и другое дело, что талант дружбы у всех разный. Есть люди, которые не могут вынести большую дружбу со многими. Они могут вынести, например, дружбу с одним или с двумя человеками. Уже им достаточно. И потом, что вы вкладываете еще в понятие дружбы? Потому что в монастыре все-таки есть свои подводные камни, связанные с дружбой. Но это уже отдельный разговор. Это вот такие технические моменты внутримонашеские, о которых нужно говорить уже отдельно и специально. То, что касается архимандритом, ну, как стать архимандритом? Ну, это уже очень просто. Это очень просто. Нужно найти такого подходящего архиерея и заинтересовать его. Да, заинтересовать его. Потому что вот я, посмотрите, такой Вася, очень хочу быть архимандритом. И вообще, честно говоря, если бы я был патриарком, вот все время, мне скоро, наверное, начнут за это помидорами забрасывать. Я бы отменил само слово архимандрит. Оно такое уродливое. Я вот его терпеть не могу, понимаете? Я не рад, что меня сделали архимандритом, но не все процессы на свете обратимы, понимаете? Но это уродливое слово, некрасивое. Гораздо лучше игумен. Мне кажется, что нужно было бы за термином, оставить сам термин игумен и закрепить его за настоятелем конкретной общины. Или игуменья. Причем при том, отозвать все, скажем так, наименования игуменов и архимандритов и всех прочих товарищей. Я готов стать иеромонахом, например. Мне совершенно это архимандритство не греет. как-то я в нем не вижу никаких преимуществ особенных. Я просто иеромонах с какой-то странной звездочкой. Я вынужден эти митры хранить сумасшедшие абсолютно. Скажу, что мне их монастырь купил. И хранятся они тут в резнице, они у меня. Потому что возиться с этим гардеробом это ужасно. Но я бы еще сделал так, чтобы как только ты перестаешь быть настоятелем монастыря, ты теряешь звание игумена. Вот так нужно сделать. И вот этот порат эти все воды клобуков, как Шмеман это называл, с этим нужно как-то прекращать. Не знаю, может быть, я не прав. Но на мой вкус это все выглядит именно так. Не нужно это все. Честно говоря, я тут тоже не знаю, мне сложно с этим согласиться. Да, возможно, вы тот человек, которому легко расстаться с самым архимандритом, но часто человек, у которого всю жизнь был игуменом, игуменом монастыря. Он привык, что его называют отцом-игуменом. Вот его почистили на покой, ну, как бы благодарность за понесенные труды, ну, почему бы его не называть. Мы за патриарха почистенного на покой не перестаем именовать патриархом или митрополита почистенного на покой и называем обратно епископом. То есть, он и остается патриархом на покой или епископом на покое. То же самое с игуменом. я признаю, Может быть, я не прав, я лицо заинтересованное, поэтому, тем более, живу в провинциальном монастыре, что я там видел, что я знаю. Вы все время делайте на это сноску, потому что, скидку, потому что, что я тут могу наговорить, все что угодно. На самом деле, я люблю митры очень, очень люблю митры. Мечтаю стать епископом. Архимандричей мантию люблю, скрижали. И люблю еще, когда мне руки целуют очень. Лучше две руки, чтобы целовали. Я вообще тогда расцветаю. Очень мне это нравится. И даже вот я сижу, а у меня под столом, на самом деле, орлец лежит. Но исключительно, чтобы ноги греть. А так я, конечно, скромником таким прикидываюсь на камеру, чтобы меня больше любили и увеличили шансы стать патриархом. Вот, раскрыли все карты. Потому что после восьми часов я начинаю говорить правду, понимаете? Опасно. Я так понимаю, что стрим в семь часов надо. А то сейчас все раскрою секреты свои. Давайте уже заканчивать. Вальчика, спасибо вам огромное. Рад был пообщаться с вами. Я думаю, всем понравится. Братья и сестры. Вдруг кто-то из моих подписчиков еще каким-то непонятным для меня образом не подписан на АТСАСАВ. Ну, проходите по ссылке, подписывайтесь. Эфир я выложу. Надеюсь, я сейчас все правильно нажму и случайно его не удалю. Он у меня будет в блоге выложен. Может, кто-то и посмотрит из тех, кто сегодня не успеет. Братья и сестры, спасибо вам огромное. Всего доброго. До встречи.